Счет не открыт. 0-0 по-прежнему. Юс. Удача на пятак. Так и открыт счет в этой встрече. Очень технично переправляет шайбу ворота Антон Бенцон. Втором матче подряд забивает 26-й номер шведской команды. Кто там с ним, я не знаю, не в долинке, я что-то не видел. Кто с ним бежал, бежал, отпустил в самый последний момент. Я еще так думаю, ну плотно играет, молодец. Но надо же до конца отрабатывать эпизод. Да, вот так под занавес первого периода шведы открывают счет. Смотрим повтор этого момента. Ну, Ису выбил свою клюшку. Мухаммадуллин? Ну. Да, на ровном месте Шакир. До конца надо было. Самое главное, что он бежал уже и успевал спокойно. Алимов за воротами поднимает на синюю. Бросок. Упора там подправления. И... О-о-о-о! Что он делает? Вот это да! Подобрал отскок от борта! И лакросс засунул! Фантастика! Вот это первая шайба за сборную, конечно. Ну что, там есть рекорд-то, нет? Да есть, конечно! Если он на год раньше всех дебютировал, то уж, наверное, забросил. Это тоже пораньше. Но смотрите! Это просто чудо-чудное! Шайба за воротами мячков ловит ее на клюшку и заносит! Вообще, конечно, это смешно. Это Гранглун сейчас просто курит нервно в сторонке, в честь которого долгое время называли подобные шайбы. Это гол мячкова! Открыни! Вот это дебют, конечно. Я скажу, это наглость, конечно. 16 лет такие шайбы забрасывают на уровне сборной. А вот этот тотальный шведский контроль ни во что серьезное не выливается. Вот сейчас затеялась смен. Бросок от синей линии и на добивании все-таки преуспевают наши соперники. Карл Клинберг тоже во втором матче подряд отличается на этом Евро-Хоккей-Туре. Такое впечатление, что прямо шведов эта шайба серьезно задела, и они так прямо задвигались. Другой вопрос, что оббивает шайбу Аскаров. Ну, почему мы даем добивать? Вот это мне нравится. Сейчас, конечно, мы посмотрим еще раз этот момент. Ну, давайте. Позиционная атака. Бросок. Хорошо. Где народ-то? Да. Да, выпустили Клинберга. Из-за внимания и под своим шансом воспользовался. Вбрасывает по борту на противоположном фланге. Прокатывается на шайбу. Нападающий момент. Гол! 2-2! Галимов. А вот и Галимов. И это тройка в огне прямо в номер России во втором периоде. Вторая смена, вторая шайба. Красивые шайбы, главное. Здорово подправил. Ну, Галимов некрасиво создает впечатление, что вообще, в принципе, не забрасывает. И сейчас тоже очень здорово под воротами сыграл. Мечков пропустил эту шайбу на защитника. Последовал наброс. И как здорово подправил Галимов. Ага, тут я смотрю, еще и Эверберг подставил клюшку. И как-то так это, видимо, дезориентировало вратаря шведов. Ландер показывает свою удаль молодецкую. Сначала выиграл единоборство за шайбу, потом танком попер на пятах. И там подставил под наброс от синей линии. Индивидуальное мастерство, конечно, огромное. Ландера. И 3-2. Сборная Швеции снова выходит вперед. Это легко мы даем вообще забрасывать шайбы. Давайте смотреть еще раз. Ну, игрок же с ним. Ну, как так вообще? Второй раз игрок стоит рядом с забивающим и ничего. Ну. Но опять освобождает клюшку. Игрока Савиков контролирует, но не его клюшку, которые забрасывают за шайбы. Сведы. Затащили шайбу в зону атаки передачи. Очень хорошая и в пустые ворота. Да, Клинберг оформляет таки дубль с передачи Ландера и 4-2. Это так очень просто и буднично. Почему мы допускаем такие моменты? Давайте смотреть еще раз. Клинберг. Он в мире, кстати, в составе сборной Швеции. Бронзовый трюйер молодежного чемпионата. Почему-то там Килигин-1. Мечется между двумя соперниками. И на позиции защитника Вовченко. А где, собственно, защитник? Вот это вопрос. Клик-Клик. 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 Продолжение следует...